Оренбургский государственный университет Всем этим большим учреждением сегодня руководит Сергей Мирошников. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы в должности ректора сейчас уже неделю, да, после того, как утверждены приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Хотя руководитель университета уже не один год. Что для вас изменилось в эти дни после того, как убрали приставку ИО? Да, в принципе, ничего не изменилось. Тут же не главная приставка, а главная, как работать. Хочу сказать, что мы за эти годы очень много сделали. И есть сегодня чем мы гордимся в университете. Мы видим движение. Мы так уверенно сегодня входим в элиту вузов России. И эти обороты действительно набираем. День по дня это видно и по нашим студентам, и по сотрудникам. Поэтому я думаю, что в принципе ничего не поменялось. Просто идем дальше. С чего начинается ваш день? Вы руководите таким очень большим органом, скажем так. Действительно, это не просто университет. Это большая команда. Ну, мой день начинается в 5 или 6 утра. Там сначала есть целый ряд вопросов, которые мне нужно решить. Перед тем, как идти на работу. Рабочий день начинается там в 8. Может быть и раньше, в 8. Ну, и достаточно очень длительный день, ненормированный. Заканчиваете тоже часов в 10 вечера? Ну, по-разному. Бывает и позже. Бывает и раньше. У вас какие планы на ближайшее время? Как будет развиваться университет? Несмотря на то, что это действительно большой организм, много чего существует, но развитие не стоит на месте. Это драйвер развития всего региона. И все, что есть хорошее в регионе, это должно быть связано с университетом. Мы себе поставили к 30-му году, что наш университет должен войти уверенно в 50 ведущих вузов России, стать центром международного, как международного университета, не менее 5000 иностранных обучающихся, стать вузом, ведущим в области культуры, создания медийного контента. Мы планировали в 2021 году, что мы будем создавать не менее 5000 единиц медийного контента с охватом где-то полтора миллиона человек. Но за эти полтора года мы, в принципе, эту задачу уже решили. В прошлый год мы закрыли 8000 единиц. Это порядка 29-30 в день. Что это за единицы? Ну, единицы – это передачи, это какие-то посты, это все, что создает наша служба примерно в таком ракурсе. Мы сильно омолодели этот состав. И сегодня по итогам конкурса наша студия, молодежная, на которой мы сначала провели конкурс, научили про университет, а потом ребята оставили работу в университете. Они, наверное, одни из самых ведущих в России, потому что мы на протяжении трех месяцев занимаем первые места. В рейтинге медийно-студенческих СМИ России. Они тут запустили целый цикл передач. Ряд из них уже, может быть, знакомы с ними. Это хорошо устроились. Это целый ряд других. Там мой дорогой дневник. И много другого. Я хочу сказать, и такие просмотровые, и такие очень удачные решения есть. И вообще задача какая? Чтобы мы в день создавали 50-70 единиц этого индийного контейнера для того, чтобы было избыточное такое давление, с учетом того, что мы себя позиционируем как университетский источник информации, как телеканал-культура. То есть, соответственно, вот такой избыток, чтобы создать здесь такую положительную атмосферу. А в целом это укладывается в ту концепцию, которую мы в прошлом году для себя приняли. Это вуз на всю жизнь. Смысл этой концепции следующий. Что если ребенок подтвердил, что он достоин учиться в университете, он переступает наш порог, и вся его жизнь должна быть связана с университетом. На первом этапе это, с одной стороны, безусловно, ведущие ученые. Это очень сильные классные лаборатории. Это активная студенческая жизнь, в которой огромное количество таких мероприятий. Мы где-то в год реализуем порядка тысячи различных мероприятий для студенчества. Это мощная социальная составляющая. Это замечательная такая Россия, которым я горжусь. Это спорт. Это очень много мероприятий. Да, это спорт мирового уровня. У нас в прошлом году девушка стала чемпионом мира по гиревому спорту. Дочка нашего Александра Шухмана стала чемпионкой мира по решению шахматных задач. То есть это такой уровень, к которому мы, в принципе, все должны стремиться. То есть Оренбург – это не провинциальный город. Надо сказать, что модель нашего города признана сегодня самой оптимальной. 600-700 тысяч человек – это удобная логистика. И все зависит от нас, как мы организуем нашу работу. А эту работу должны организовывать молодые. Они мыслят по-другому. Знаете, они настолько талантливые, настолько очень информерные, независимые люди. Я сейчас на них смотрю, и так мне зависит. Мы немножко были другие, где-то скованные, а эти ребята, они идут вперед. Это наша задача, чтобы они это чувствовали в университете. И к этому мы добавляем такое информационное поле, которое создаем. И они сами его создают. Наше пространство мы интегрируем. Например, вот мы за последние два года запустили порядка 20-30 локаций студенческих. Из них значительная часть – это кафе. Мы для того, чтобы ребятам было интересно и вкусно, мы приняли поваров из ресторанов. Значительно ассортимент изменили. Это суши, это пицца. Это дешевле где-то по рынку на 15-20%. Видов кофе у нас только 15 в нашем кафе. Не считая зеленого чая 20 или 25. Я даже могу сейчас ошибиться. То есть, это вся атмосфера, которая тебя обволакивает теплом, тебя, любовью. Ты об этом постоянно думаешь, возвращаешься. И когда заканчиваешь университет, наша задача, чтобы твой день начинался просмотр университетских страниц. Чтобы ты получал информацию более широко. Потом бы приходил в университет на повышение кафликации. Приводил своих детей, потому что ты гордишься, что ты закончил этот вуз. И тебе действительно здесь хорошо, и тебя здесь любят, уважают. В любом случае, получается весь этот медиаконтент, который вы создаете. И он не только для студентов. Нет, конечно, далеко идущими планами. Мы сюда еще включаем, безусловно, патриотическое воспитание. В 2021 году наш клуб «Я горжусь» занял первое место среди 40 клубов России. То есть, это и подача информации, это аналитический материал. То есть, исторический, экспорт в историю. Ну, со всех позиций. Вы говорите о том, что университеты, вот это практически центр региона. Но если мы говорим о том, что у нас и зарубежные студенты есть. А с других регионов России к нам приезжают? Да, приезжают. У нас порядка 50 регионов России представлено в университете. Но пока не так широко, как нам бы хотелось. Безусловно, основное – это жители Оренбургской области. В 2021 году мы создали институт подготовки иностран-граждан. Мы все-таки исходим из того, что нужно учить русский язык. Это такой как подфакт, подготовительный, когда ребята приезжают со всего мира. У нас сегодня обучаются ребята из 14 стран. Они получают навыки русского языка, и потом остаются университеты, и уходят другие. Хочу сказать, вообще для нас это было открытие. Потому что, когда мы запустили эту работу, не ожидали мы, что к нам приедут какие-то достаточно выдающиеся люди. Например, первый выпуск у нас учился сын замминистра внутренних дел Ирака. Ну и целый ряд там выдающихся людей, которые просто удивляют нас. Некоторых сегодня, может быть, вы видите, у них немножко другой цвет кожи. Но вы знаете, что где-то в большом это даже где-то приобретение для нас. Потому что у них совершенно какое-то другое мышление. Воспитание – это все очень-то как кстати, я хочу сказать. Руководить таким большим организмом, как университет, одному сложно. У вас есть команда. Кто люди, которые с вами плечом к плечу каждый день? Ну, я считаю вообще себя членом всей команды 20 лет в университете. И все сотрудники университета – это моя команда. Что касается ректората, то это была достаточно такая проверенная обойма. И большинство из них людей, кто работал еще при Бондаренко. Первым мой проректор, Славик Нотова, она и является дочерью Бондаренко, Виктора Анатольевича. Вот она доктор медицинских наук. Мы вместе с ней работали в федеральном центре. И многое, что тогда в свое время сделали. Сейчас действительно так активно развивается. Кроме этого, он про ректора и тут Сергей Николаевич по науке, Виктор Владимирович Болковский. Они работали при Викторе Анатольевиче Бондаренко очень долго. Но есть у нас и относительно молодые, Боровский. Сан Сергеевич, он пришел к Жанне Анатольевне. А совсем молодой – это Сергей Александрович Душников. Сергей Александрович являлся председателем правительства молодежной Оренбургской области. И хочу сказать, что это такое важное приобретение для университета. Потому что мы достаточно оживили всю работу в молодежной сфере. И, в принципе, набираем обороты от года в году. Существует такая программа академического лидерства «Приоритет 2030». Университет принимает в этом участие. Какие у вас задачи? Ну, это такая программа для нас, и она почему важна была? Потому что очень долго, начиная с 2006 года, университет не входил в значимые федеральные программы. Мы не стали базовым университетом, мы не стали научно-исследовательским. Не вошли там, 5-100, была такая большая программа. И потом, с приходом нового министра Валерия Галайча, он запустил новую программу, в которой 100 вузов получают финансирование на развитие. Это был достаточно тяжелый конкурсный отбор. Мы в нем победили. Это такое важное достижение для нас. Почему? Потому что, с одной стороны, ну да, там 100 миллионов финансирования. И регион нам помогает в рамках софинансирования. Но принципиально даже другое. Потому что мы там заявили очень амбициозные цели для себя. И мы их активно реализуем. Вот за два года к этим 200 миллионам федеральных финансирований мы еще привлекли порядка 430 миллионов из разных источников. Это позволило нам полностью переосносить целый ряд лабораторий. Мы, к слову сказать, создали 40 новых структур в университете. Начиная от КБ машиностроения, НОЦ, материаловедения, заканчивая институтом искусственного интеллекта, появились целые блоки. Вот у нас очень такое динамичное развитие получила медийная наша группа. Целое управление появилось. Мы сегодня активно работаем. Ну и много чего. Очень отзывчиво молодежь. 20 студенческих КБ у нас было создано за это время. И они действительно на очень хорошем профессиональном уровне могут решать достаточно сложные задачи. Военный центр, за опытом работы которого приезжали сейчас ректоры со всей страны. Это что за проект? Это большой такой проект. Это мечта вообще коллектива нашей. Виктор Анатольевич Бондаренко в свое время мечтал о том, чтобы у нас был. Нам удалось это реализовать. В декабре 2021 года указан президента этот центр был у нас открыт. И сегодня он один из лучших России. И мы в рамках нашей работы видим, что этот центр не просто военно-учебный центр, где мы будем готовить лейтенантов запаса среди студентов. С 1 сентября 2024 года он будет межвузовским. А с 2025-2026 года мы рассматриваем его как военно-технический институт и возрождение нашего зенитно-ракетного училища. И сегодня на этом пути мы движемся. Пока больше ничего говорить не буду. Но план далеко идущий. Будем ценить по результатам. Немаловажный вопрос. Люди выходят из стен университета. Насколько они востребованы в работе, в профессиях, предприятиями, различными городскими организациями? Есть несколько оценок. По первой оценке объективные. Надо сказать, что на 1 марта этого года всего один выпускник 2022 года находился на учете в системе Министерства труда и занятости на бирже труда. В целом за прошлый год порядка 90% всех трудоустроились. Ребята уже там в первые полгода. Из объективных оценок хочу сказать, что мы в рейтинге ХХРУ поднялись с 45-го места до 22-го среди 400 вузов России. За последний год? Да, за последние вот эти два года. То есть это востребованность студентов, их уровень зарплаты. Есть еще суперджоп, рейтинг такой, который оценивают по разным профилям. Это IT-технологии, юриспруденции. Мы в трех этих рейтингах входим в двадцатку лучших вузов России. Поэтому вот она такая востребованность. С другой стороны, сегодня кадровый голод, он очень для многих предприятий характерный. Мы видим по себе, насколько сегодня производство оживилось. Но и мы сегодня идем в сторону производства, потому что университет это, но далеко это не только учебный центр, не только это высшее образование, а это еще наука, это и производство. Если это будет в университете, то тогда и можно учить ребят. Соответственно, мы в двадцать первом году запустили программу трансформации наших факультетов в научно-исследовательский институт. Отличие их заключается в том, что в институте, институт это более серьезная структура, которая постепенно могла бы стать юридически даже независима от университета с точки зрения получения финансовых средств, их использования, как это, например, есть в МГУ, там отдельные факультеты, они ведут независимую финансовую политику свою. Исходя из этого, значит, институт это факультет, это совет директоров, это научно-исследовательские лаборатории, это отдельные какие-то производства и много чего другого, там научно-образовательные центры. Вот у нас два таких центра, два таких института было организовано. Мы сейчас как-то так идем постепенно дальше, последовательно будем создавать новые структуры. И в этой связи я хочу сказать следующее, что из университета не только выходят специалисты, а это должны выходить команды, команды, которые могут создавать новый бизнес, которые на рынке себя уверенно чувствуют. Это создается воспитанием. Как вы знаете, там 2-3% среди всего населения имеют предпринимательскую жилку. Вот университете, они должны ее оттачивать как бриллиант. Получить свое... Получить знание необходимое. Да, получить знание, тренировку. Хочу сказать, что у нас действительно очень талантливые ребята. Мы в 21-м году, так, на пруба пера провели небольшой конкурс соревнований между студенческими командами. У нас 10 было команд, там 5, 7, 10 человек. Хочу сказать, что ребята, которые выходили, они докладывают свои проекты, они, их там сразу команда, там один, допустим, директор по развитию, там бухгалтер. Каждый свою роль рассказывал. Так это настолько потрясающе. Мы в 10 часов, когда приступили к прослушиванию, до 5-6 часов и слушали. И у всех членов нашей команды, это предприниматели, зрелые, состоявшиеся. Даже вот я так, не усталости никакой не было, потому что каждая команда по-своему озорная. И такая появилась идея запустить и чемпионат в университете по-принимательски и получить финансирование. Хочу сказать, за прошлый год у нас здесь серьезный прорыв состоялся, потому что мы вошли в федеральную программу по развитию предпринимателей с точки кипения. Первая, вторая – это акселерационная программа. И третья, наиболее значимый результат – это создание стартап-студии. В России их было всего создано 15, в 11 городах. И в том числе мы победили здесь, в этом отборе. Хочу сказать, это непростая задача, потому что в рамках стартап-студии мы должны подращивать эти коллективы, давать им возможность развиваться, давать финансирование. А федеральные деньги на это поступили, неправильно 200 миллионов рублей на три года. И потом выходит малая предприятие, которая связана с университетом, может быть, не связана. Но задача, чтобы ребята молодые с выходом в жизнь большую создали свои предприятия. Если видите, и это достаточно активно пропагандировалось, и это с точки зрения пиар-акций ведущего университета, они как раз являются точкой роста предпринимательства. Потому что это, как правило, высокотехнологичное предпринимательство. Это какие-то последние передовые идеи в IT-отрасли, в медийной сфере. Они, ребята, заражаются этими идеями, идут в жизнь и двигают этот прогресс вперед. Для нас это очень важно. Сергей Александрович, большие очень планы, я так понимаю, на ближайшее будущее. Вот, может быть, коротко о том, чем гордитесь и что впереди предстоит решить? Ну, горжусь я университетом. И хотелось бы, чтобы университет просветал. Хотелось бы, чтобы большое количество талантливых людей, которые еще не полно себе реализовали в университете, хотелось бы создать им условия, чтобы они смогли это сделать. Это через покупку оборудования, это привлечение со стороны предприятий. Как-то совершенно по-другому организовать работу их, чтобы они смогли себя реализовать. Потенциал, который есть в университете, он еще пока далеко не полностью реализован. Но и университет должен стать частью вообще нашего мира. Чтобы без университета не решались ни одни задачи в области промышленности, особенно где мы связаны. И мы могли бы, смогли бы выполнять все самые даже серьезные вызовы. Потому что жизнь меняется, мы видим, как научно-технический прогресс. Вообще мир меняет. Как видите, как искусственный интеллект, прямо вот за считанные какие-то месяцы, изменил вообще ситуацию на рынке труда. А это только начало. В ближайшие 5-10 лет мы станем свидетелем такого колоссального скачка. Университет как раз вот... Должен быть в струе. В струе мы должны быть полезны. Спасибо вам большое за беседу, за рассказ об университете. Такой большой труд, который вы выполняете каждый день. Удачи вам и вашим студентам, вашему коллективу. Спасибо большое. Спасибо вам.